Поэтому тема, то есть то, что я хотел поднять, вопрос, который я хотел поднять сегодня вечером, это перспектива развития нашего общества. Я могу сказать такую вещь, что все в ваших руках, дорогие предметы. Все в ваших руках. Вот как вот вы хотите жить, вот хотите быть счастливыми в сознании Кришны? Будьте счастливыми в сознании Кришны. Не ждите, что придет какой-то человек особый и приведет вас в духовный мир. Этот человек уже пришел. Пришел Шилапарупада, пришел Чайтани Махапрабху. Чайтани Махапрабху дал нам святое имя Шилапарупада, научил нас воспевать, дал нам объяснение, дал нам культуру. Есть наши учителя, есть вайшнавы, которые нас окружают, есть люди, которые так или иначе способствуют нашему духовному прогрессу. Все это Гуру Татва. Если мы не прогрессируем в этой ситуации, если мы несчастны в этой ситуации, это просто наш выбор. Мы думаем, что кто-то другой должен это делать, не мы. То есть мы отказываемся от своей ответственности ученической. В этом причина наших проблем. Поэтому, если хотим быть счастливыми, давайте будем строить свои отношения, строить свои общины, нести за них ответственность. И вы увидите, что просто начинают происходить чудеса. Вместо того, чтобы ссориться друг с другом, выяснять, кто прав, что виноват президент, или виноват лидер Махат, или виноват родственники, или у меня плохая карма. Еще могут быть разные варианты вот этого состояния бессознательного. Но если мы действительно хотим быть преднами, то тогда мы должны признать. Единственная причина, препятствующая моему прогрессу в духовной жизни, это то, что я не хочу включаться в сатсан. Я просто не хочу жить в духовной семье. То есть я настроен враждебно по отношению к духовной семье. То есть я совершаю аппаратху. Что такое аппаратха? Это то, что не нравится Радхаране. А что не нравится Радхаране? Ей не нравится наше отношение к духовным отношениям. Лучше ей не нравится. И поэтому, если мы думаем, что преодолеть аппаратху можно просто пытаясь на уровне ума внимательно воспевать святое имя, то мы глубоко заблуждаемся. Потому что воспевание святого имени – это крайне глубокий процесс. То есть воспевание святого имени, маха-мантра – это не что иное, как выражение энергии Господа. Если мы не находимся на стороне служения, то мы не сможем внимательно воспевать святого имени. У нас не будет таких полномочий просто. То есть мы не можем воспевать святого имени как материальный звук. Аташи Кришна наабхави грахи нудри. Нельзя услышать святое имя материальными ушами. И его нельзя повторять материальным языком. Потому что оно нематериально, так же как образ Кришны, его форма. Ее нельзя увидеть материальными глазами. Но с другой стороны, то есть когда мы начинаем служить, используя свои чувства служения, а чувства мы как используем служение? То есть чувства – что такое? Чувства – это инструмент коммуникации. То есть чувства мы используем служение тогда, когда находимся во взаимоотношениях с другими. Мы же думаем как, что предное служение совершается человеком, то есть его материальными чувствами, индивидуально. Но это не так. Наше учение говорит о том, что Баджина Крия – предное служение. Его питающей энергией является сад санга. Это шрада – я преданный, сад санга – я нахожусь в семье духовной, которая меня вдохновляет на что-то, я хочу действовать ради предных, ради Кришны, который проявляется через предных. И потом идет Баджина Крия. Баджина Крия – это практическая деятельность. Она не происходит никогда в вакууме. Она происходит всегда по милости вайшнау. Другими словами, чувство, вовлечь чувство, сэйвон мукхехи джихвадал, означает находиться в сад санге. Это очень простой момент. То есть, если я совершаю предное служение, просто вот у меня есть шатха и сразу Баджина Крия. Сад санге нету, просто Баджина Крия. Я не вдохновлен в сознании Кришны, у меня нету этих всех моментов. Я просто предный, мне дали служение, и я его делаю. Такие действия происходят в сфере внешней энергии. Они приносят огромное количество напряжения, неудовлетворенности, претензий и всего остального. Но, с другой стороны, если я совершаю деятельность, которая порождена тем, что мы решили вместе, обсудили, вдохновились, действия происходят естественно. Они не вызывают никакого напряжения, потому что йога, йога в каком состоянии происходит? В состоянии расслабления. Йога не происходит в состоянии напряжения. Это глупость. Это не наука. Йога означает расслабление. А когда происходит расслабление? Расслабление происходит тогда, когда я вдохновлен. Это и есть творческая деятельность. Или спонтанная, или естественная деятельность. Поэтому шрада сатсанга баджина крия. И ничего другого не существует. И поскольку настоящая баджина крия происходит в сатсанге, она естественно и без промедления приводит к анархине иврите. Анархине иврите предны проходят. Есть очень естественно. Почему? Потому что этот процесс происходит благодаря совместному служению. Когда мы служим отдельно, где-то что-то делаем, мы думаем, что мы в принципе уже чистые предны. У нас уже есть такая квалификация, другая. Но когда мы служим вместе, мы понимаем, что нам приходится разбираться с огромным количеством противоречий. Потому что люди друг друга проверяют. Помогают друг другу очиститься. Это как проверка. Она вшивость. Проще говоря по-русски. Поэтому индивидуалист не может очиститься. Отчищение происходит благодаря окружающим, окружающим. До помирности тех, кто нас окружает. Итак, шрадаса, сатсанга, баджина крия, анархине иврите. И поскольку мы получаем анархине иврите в этом процессе, мы естественно чувствуем вкус к святому мнению. То есть это научный процесс. Нельзя это как-то обхитрить или избежать. Это невозможно. Поэтому я бы хотел обратиться к тем преднам, которые думают, что они пытаются... Это похвальны усилия. Они действительно достойны похвалы. И воспевать сито имя, несмотря ни на что. Мы действительно должны воспевать сито имя, несмотря ни на что. Но при этом мы не должны относиться пренебрежительно к вайшнавам, к живым существам. Должна быть вайшнава сева обязательно и дживадоя. Иначе нам и ручьей не будет. Потому что это три анги-бхакти, которые существуют только вместе. Это, собственно, не говоря, есть то, что мы называем перспективой. То, что направление, которое наше общество должно развиваться сейчас. Вот.